У нас двое спикеров. Тема лекции «Ренактмент и память от инсценировок раннесоветского театра к современному искусству». Лекция пройдет как два доклада и потом дискуссия между лекторами нами и вами. Призываем вас, как всегда, к вопросам и участию в разговоре. И сейчас я представлю спикеров и передам уже им слово. Это Валерий Золотухин, историк театра, искусствовед, научный сотрудник ШАГИ, школы актуальных гуманитарных исследований. И Варвара Склес, культуролог, тоже научный сотрудник ШАГИ, преподаватель Шаненки и сооснователь лаборатории публичной истории. Спасибо. Всем добрый вечер. Спасибо большое, что вы пришли. Я скажу несколько слов, поясню, как мы придумали организовать сегодняшний вечер и объясню его логику. Вместе с Варварой мы работаем не только в одной школе, но и в одном научном проекте, в котором мы занимаемся в частности сюжетами, связанными с перформансом и памятью. Варвара работает на современном материале, она занимается в том числе современным театром и областью публичной истории, Memory Studies. Мои сюжеты как раз скорее есть только театральные. И мы подумали, что было бы интересно обсудить именно в аспекте реенатмента, как жанра современного искусства, вот эту вот проблему. Память в театре, в перформативных искусствах, как это работало раньше, как это работает сейчас. И можем ли мы выстроить какой-то континуум? То есть те сюжеты, значит, композиция нашего выступления такая, в общем, незамысловатая. В первой части я немножко расскажу о разных направлениях работы в театре 20-х годов. и буду говорить именно под углом ре-перформинга. Наверное, это слово даже лучше описывает, чем реенатмент, то, о чем пойдет речь. И Варвара во второй части будет говорить о современном театре, о разных опытах, которые связаны с памятью, с ре-перформингом. И мы попробуем затем, после наших двух примерно полчасовых выступлений, немножко поговорить о том, можем ли мы все-таки рассматривать это как взаимосвязное явление, как звенья одной цепи. И на самом деле это лежит в каких-то совершенно двух разных плоскостях, и об этом нельзя говорить как о каком-то континууме, то есть о чем-то, что лежит как бы в одной плоскости. Во второй части мы также хотели бы предложить вам принять участие в разговоре не только в форме вопросов, но и в форме реплик, если вам этот разговор покажется интересным. Ну, собственно, я тогда приступаю к своей части. Один момент, пожалуйста. Заранее извиняюсь, если речь пойдет о каких-то вещах, которые и так всем уже известны, я постараюсь сделать так, чтобы это не носило сугубо какой-то обзорный характер, проблемный. Но, наверное, работа, которая, спектакль, который невозможно обойти вниманием и о котором нужно сказать в первую очередь, говоря о реенактменте или каких-то следах реенактмента до того, как, собственно, появилось это понятие, это слово. Этот спектакль называется «Взятие Зимнего дворца». Это работа, которая, спектакль, который был поставлен в 1920 году и приурочен он был к третьей годовщине революции и, соответственно, представлял собою повторение, измененное, впрочем, взятие Зимнего дворца в 1917 году. То, что вы видите сейчас на экране, это эскиз, знаменитый, очень часто воспроизводящийся в книгах по истории театра и конкретно по истории даже этого спектакля уже сегодня существуют такие отдельные работы. Эскиз художника Юрия Анинкова, который в общих чертах помогает понять композицию, как было выстроено это пространство. Пространство, собственно, это был open-air спектакль, спектакль под открытым небом на площади Зимнего дворца, которая на тот момент, дворцовая площадь, извиняюсь, которая на тот момент уже носила название площади Урицкого. И то, что вы видите здесь, это, во-первых, две сцены. Не сложно догадаться, что слева, сцена слева представляет как бы сцену, она называлась красная сцена, а сцена справа это белая сцена. И события перемещались, события как бы в таком сжатом виде изображали 1917 год, от февральской революции до Октябрьской. И они перемещались. Сначала часть действия проходила на правой сцене, то есть сцене временного правительства. Затем события перемещались на красную сцену, когда, так сказать, на арену истории выходили большевики, когда готовился Октябрь. И еще одна очень важная вещь, которая здесь, на этом эскизе, отображена, это вынесение действия на площадь, на, собственно, вот в как бы саму аудиторию. Здесь вы видите вот такой небольшой, как подразумевается, броневик, за которым спешат солдаты, они как раз должны будут взять Зимний дворец. И еще немножко такой сухой как бы информации об этом спектакле. Что-то, о чем нужно сказать, чтобы лучше понять контекст, в котором принято рассматривать этот спектакль. Это касается, прежде всего, состава, численного состава его участников. В разных источниках оно указывается, как бы изучают разные цифры, но более-менее правдоподобная цифра 7000 исполнителей. Число зрителей тоже указывается совершенно по-разному. И вот как раз о зрителях сложнее говорить. Вот цифра исполнителей, более-менее, вот 7000 – это самая правдоподобная цифра. Так вот, этот спектакль было принято рассматривать именно из-за массовости участников и массовости зрителей в контексте так называемых массовых действий. Я немножко остановлюсь на истории этого явления, потому что, в общем, эволюцию довольно в короткое время вместившегося вот этого жанра массового действия, конечно, она очень тесно связана с ренакментом, вот этим пред-реенакментом советским. Значит, самые первые массовые действия относятся к, уже после революционной, они относятся к 1919 году и к деятельности такой небольшой студии, связанной с деятельностью небольшой студии, которая называлась «Театрально-драматургическая мастерская Красной Армии». Эта мастерская, собственно, она объединяла красноармейцев, который руководил этой мастерской совсем молодой на тот момент режиссер и драматург Николай Виноградов. Я остановлюсь немножко попозже на нем, расскажу о нем подробнее и о его работах, потому что они очень тесно, собственно, Виноградов и был тем, кто представил вот в среде самодеятельности, в среде красноармейских коллективов идею или технологию работы с памятью. Постановку, сама идея постановки спектакля на основе воспоминаний красноармейцев, она впервые была опробована как раз Николаем Виноградовым. Но, что очень важно, не он был изобретателем самой этой технологии. И вот как раз, собственно, мое сообщение будет посвящено вот этой вот связке Виноградова и его учителей, и круга Виноградова, и учителей, собственно, этот круг объединен таким... Все они имели отношение к так называемому передвижному театру. Значит, как развивалась история вот этих массовых действий в Петрограде? В 2020 году уже совершенно четко идет такая последовательная ориентация на так называемые даты красного календаря. Что это такое? Это праздники, которые приурочены к новому календарю, к революционному календарю. Это прежде всего, в первую очередь, это 1 мая, это 8 марта уже на тот момент, и это годовщина революции, то есть 7 ноября по новому стилю. И в 2020 году вот эти числа, этот красный календарь, к нему привязываются, можно сказать, нанизываются вот эти несколько массовых действий, которые проводятся в городе. И самое первое массовое действие, которое организуется, и оно, собственно, обычно и упоминается в череде, ну, как бы, в среде, ну, первое, да, среди вот именно массовых действий петроградских. Оно называлось «Мистерия освобожденного труда». Оно было разыграно на, как бы, перед фондовой биржей, на портале фондовой биржи. И одна очень важная деталь, что это массовое действие было организовано политуправлением военного комиссариата. То есть за массовыми действиями 2020 года, как правило, стояли мощности и возможности военных организаций. Конкретно вот в организации этого массового действия, как и в организации взятия Зимнего дворца, участвовало политуправление. Практически вот в начале 2020 года уже складывается круг художников, которые будут иметь отношение к массовым действиям. Это Юрий Аненков, уже упомянутый. Это Андрей Кугель, критик, который очень хорошо знают обычные историки театра, насколько он был очень видным критиком в первой четверти XX века, но также и режиссером в 10-е и 20-е годы. Еще одно имя — это дирижер Гога Варлих, который также будет участвовать в взятии Зимнего дворца, и он же участвовал в Мистерии освобожденного труда. Вот это самое первое массовое действие, оно объединило 2000 участников и 35 тысяч зрителей. Важно, что такая ключевая мизансцена... Я сейчас покажу ее на немножко другом примере, но думаю, что будет понятно. Я буду говорить чуть попозже об этой работе. Но вот это движение по лестнице снизу вверх и сверху вниз, вот это движение как бы вертикальное, оно ляжет в основу сцен, которые будут разыгрываться на этой огромной лестнице, на портале биржи. И Мистерия освобожденного труда, в отличие от двух других работ ключевых 2020 года, о которых я буду говорить, это действие, которое носило такое скорее... В основе него лежала такая символическая история, история освобождения. В спектакле практически не касались исторических сюжетов. Ключевой момент этого спектакля, ключевая сцена – это финал танца вокруг так называемого «дерево свободы». И очень многие зрители и критики отмечали связь вот этой работы, Мистерия освобожденного труда, с празднествами французской революции, которые также носили такой скорее символический характер, и их сюжеты были построены вокруг символов, а не исторических событий. Но следующая уже работа, поставленная вот в 2020 году, в июле, и вы как раз видите сейчас на фотографии ее репетицию, она называлась «Камировой коммуне». Она была разыграна в июле 2020 года в связи с приездом участников «Третьего интернационала» вместе с Лениным в Петроград. И в этой работе уже появляется история, но не в виде воспоминаний об истории, а в виде повествования на историческую тему. Там было три картины. Первая картина – это «Парижская коммуна», вторая картина – это, собственно, второй «Интернационал», и третья – это «Октябрьская революция» и третий «Интернационал». Постановщиками вот этой июльского спектакля были Николай Петров, который также будет принимать участие в постановке «Взятие зимнего», Сергей Радлов, на тот момент уже очень заметный режиссер, и он будет ставить второй эпизод, как бы комический эпизод «Второй интернационал», такая сцена явно комического характера, готовящая героическую или эпическую третью сцену «Октябрьской революции». Адриан Петровский и Владимир Соловьев. Руководил этой постановкой режиссер Марджанов, количество участников в этом спектакле уже было гораздо больше, четыре тысячи человек. И я хотел остановиться на одной вещи, на одной детали, которая готовит, которая в каком-то смысле предсказывает и даже, в общем-то, помогает понять, откуда берутся ключевые приемы еврейного, в котором он будет использовать во взятии зимнего дворца. В третьей сцене происходило как бы такое мгновенное расширение пространства. Действие перемещалось за спины зрителей, потому что на сцене в этот момент происходило как бы, значит, солдаты на сцене начинали как бы сражаться с теми, кто находился за зрителями. И через зрителей солдаты двигались как бы через площадь для того, чтобы прорвать блокаду, в которой, значит, на тот момент находилась как бы Россия. Такое символическое пространство площади внутри, которое раскрывается и разрывается, распадается. Вот этот эпизод, проход через зрителей, исполнителями, проходили через зрителей, вот этот эпизод произвел самое сильное впечатление на аудиторию, потому что в какой-то момент эта аудитория испытала на себе такой эффект присутствия. Она оказалась в центре действия, причем это действие сопровождалось спецэффектами, стрельбою, прожекторы, все-таки уже военные прожекторы светили на площадь. И вот этот эффект будет повторен затем еврейным в взятии Зимнего дворца. Эффект, ну, сейчас бы мы сказали, да, эффект присутствия. Значит, еще одна вещь, о которой стоит сказать, и то, что требует комментарии, то, что совершенно отсутствовало в постановке к Мировой коммуне, это момент личного воспоминания исполнителей, который каким-то образом должен был быть включен в постановку. То есть в случае вот этой июльской постановки мы имеем дело с таким, ну, режиссерским театром, закрывая глаза на то, что это коллективная режиссура, да, мы здесь, собственно, ну, сама по себе театральная модель, так сказать, нигде не ставится под вопрос, да, традиционная модель драматического театра. Но во взятии Зимнего дворца появляется с самого начала момент как бы обращения к воспоминанию. Во-первых, нужна одна важная вещь, которую обязательно как-то стоит принимать во внимание, вот размышляя об этом спектакле, говоря о нем, это то, что события, которые демонстрируются публике на взятии Зимнего дворца, это события трехлетней давности. Попытаясь здесь представить, да, спектакль, который, ну, вот, когда мы обсуждали с Варей, вот этот сюжет, да, ну, представьте, вот спектакль, в котором разыгрывается 2016 год, совсем недавние события. И интересно, что Еврейнов с самого начала, декларируя как бы свои намерения и выступая, у него была такая небольшая статья, в которой он, так сказать, излагал план постановки взятия Зимнего дворца. И он говорит о том, что он хотел бы привлечь к этой постановке реальных участников взятия Зимнего дворца. То есть как бы он приглашал их включиться в эту работу для того, чтобы, ну, подразумевается, да, чтобы что? Да, чтобы дать указания, во-первых, режиссерам, как бы сориентировать их, так сказать, в плане истории. Но вторая важная очень вещь, которую тоже нужно с самого начала сказать, и на которую, конечно же, обращали внимание многие зрители, не только те, кто участвовал во взятии Зимнего, но и кто наблюдал эти события как бы извне, о том, что это зрелище 20-го года обладало, правильно ли так сказать будет, что это было зрелище, что взятие Зимнего было в 20-м году зрелищным. Это то качество, которое отсутствовало у реального исторического события, у взятия Зимнего дворца в 17-м году. Согласно описаниям, это, безусловно, это было очень важное событие, но никакого столкновения, вот такого, каким оно было представлено у еврейного, и которое затем будет представлено в художественных фильмах, начиная с октября Сергея Сенштейна, ничего похожего в 17-м году с точки зрения зрелищности не было. И вот этот аспект памяти, который включается в постановку, причем память, которая находится в некотором конфликте с самого начала со средствами, которыми пользуется еврейнов как постановщик, вот эта вещь, которая очень важна и очень интересна, потому что этот спектакль почти всегда осмысляется вот в череде массовых действий. Но контекст у этого спектакля, как мне кажется, еще один очень важный, связан с работами небольших студий в Петрограде, которые возглавляли в 19-м, 20-м и позднее годах молодые ученики и коллеги Павла Гайдебурова и Надежды Скарской, основателей так называемого передвижного театра. Буквально несколько слов об истории этого театра. Он появился в начале, возник общедоступный театр. В 1903 году он работал при Лиговском народном доме. Этот театр с самого начала был ориентирован на рабочую аудиторию, на рабочих и их семьи. Он работал в Лиговском народном доме. Другое название его было «Дом Паниной», основательница этого народного дома. И в 1905 году возникает еще одно предприятие театральное, оно называется «Передвижной театр». Им тоже руководит Гайдебуров и Скарская. Но этот театр уже путешествует по городам России, причем очень часто их гастроли охватывают города, которые традиционно не входили, не рассматривались как привлекательные для театральных гастролей города. И общедоступный передвижной театр опираются на одну очень важную идею, что нужно зрителей научить быть зрителями, научить видеть спектакли, научить, можно сказать, сочувствовать спектаклям, видеть в них, открывать в них для себя смысл и открывать в себе зрителя. Гайдебуров и Скарская – очень парадоксальные фигуры в истории Левого театра. Парадоксальность заключается… Это очень редко осмыслялось в прессе 20-х годов, но это очень часто проскальзывало в их собственных публикациях, потому что, собственно, в каком виде? В виде обиды на то, что в рабочих студиях, в студиях самодеятельности, в студиях, которые представляли себя как такие крайне левые и самые такие передовые советские театральные образования, что эти студии на самом деле опираются на достижения, на идеи, на методологию передвижного театра. И почти никогда это не декларируется открыто. Что методология, которую они используют, это и есть методология, полученная ими у основателей передвижного театра. Что это за методология? Откуда она появилась? Методология, если говорить очень просто, объяснять очень просто, это методология создания спектаклей, которые не опираются на литературу, без привлечения драматической литературы, без привлечения пьес на основе этюдов. Сейчас бы мы сказали этюда, тогда это называлось в кругу передвижного театра импровизация. И импровизации очень часто, в этих импровизациях студийцы использовали собственные воспоминания о тех или иных событиях. Причем здесь очень важно добавить, что сам Гайдебуров и Скарская не были заинтересованы в воспроизведении истории на сцене, событий, которые происходили с этими людьми. Они использовали импровизационный метод, который давал возможность студийцам сочинять свои сюжеты. Но ученики Гайдебурова и Скарской начинают использовать этот метод для того, чтобы показать эти воспоминания на сцене, сложить спектакль из воспоминаний. И самый яркий пример такого спектакля – это «Совершение самодержавия», работа как раз вот этой самой упомянутой театральной драматургической мастерской, работа, поставленная в 1919 году при участии красноармейцев, и события, которые охватывали этот спектакль с 1905 по 1917 год, по февраль 1917 года, эти события, все эти события опирались на воспоминания красноармейцев. Этот спектакль был агитационный. И одновременно, вместе с тем, то, как он был описан и свидетелями, и самим Виноградовым, позволяет говорить о конфликте, о эвристической направленности этого спектакля и агитационной, которая находится в очень напряженных, в очень сложных отношениях. Потому что сам этот спектакль был своего рода такой формой рефлексии о том, что происходило с этими людьми, с участниками этого спектакля на протяжении этих самых 12 лет, с 1905 по 1917 год. И интересно, что одновременно в Москве режиссер, ученик Станиславского Валентин Смышляев поставит в пролеткульте работу, она называется «Восстание». «Восстание» — это инсценировка стихотворения Верхарна, в которой предложит участникам, студийцам точно так же поставить себя, придумать себе маску персонажа и от лица этого персонажа проигрывать события, связанные с восстанием, происходившие во время индивидуальной истории, во время восстания в неназванном городе. Но Смышляев, когда писал об этом спектакле, он говорил о том, что молодые люди разыгрывали события, которые происходили с ними в 1917 году. И опыт, который был отрефлексирован, касался именно опыта пережитого ими восстания. Но речь шла о Москве. И еще одна очень характерная вещь касалась того, что в этих студиях, в любительских самодеятельных студиях, эти исторические спектакли стали в какой-то момент практически одной из форм работы, постоянной, очень последовательной и полномерной работы. Эта работа перенеслась затем в Красноармейские студии, и уже Адриан Петровский, человек, который выступал в 1920-е годы как критик передвижного театра, его статьи были направлены против передвижников, против Гейтебурова. Но при этом сам же Петровский пользовался в начале 1920-х годов приемами передвижного театра для того, чтобы, как он писал, дать возможность красноармейцам поставить себя на место исторических персонажей, исторических деятелей, дать возможность почувствовать себя внутри истории, пережить историю через вот такого рода исторические инсценировки. Как мне кажется, это еще один очень важный контекст для взятия Зимнего дворца, который, с одной стороны, помогает понять то особенное, что было в этом спектакле и то, что позволяет сегодня относить его к опытам реенакмента, показать его в контексте этих опытов. Но, с другой стороны, может быть, и отделяет эту работу от этой практики, которую сегодня мы называем реенакментами. Мы как раз собирались с Варварой это обсудить, но сейчас я передаю ей слово. Здравствуйте. Повторю за Валерой. Большое спасибо, что вы пришли. И спасибо Валере за вступление. Мне кажется, очень многие сюжеты у нас будут пересекаться. Я начну, наверное, с небольшой теоретической реплики, которая будет касаться того, какие проблемы и проблемные поля есть сейчас в исследованиях реенакмента в искусстве. Потому что, если сюжеты, о которых говорил Валера, они, наверное, скорее представляются чем-то более исключительным в контексте искусства начала века, то в современном искусстве реенакмент стал действительно очень востребованной практикой, востребованным инструментом работы с прошлым и настоящим. И если говорить о том, что именно я здесь называю и буду называть реенакментом, и какие основные качества реенакмента нужно выделить, чтобы продолжать разговор, то главное здесь, конечно, это буквальное повторение. Здесь ключевым сюжетом является вопрос подлинности, вопрос оригинальности, потому что в некотором смысле реенакмент и искусство, которое им пользуется, как бы заведомо отказывает себе в праве на уникальность. Буквальное повторение и попытка просто повторить какие-то события и ситуации из прошлого вроде бы не дают такому искусству претендовать на звание искусства с большой буквы, она с самого начала отказывается от этого. И моим любимым примером здесь является спектакль «Бедный театр» «Вустергрупп», который в первой своей части представлял собой реенакмент и рефлексию насчет возможности повторения спектакля «Акрополь» Ежегротовского. И Ежегротовский это польский режиссер, одно из ключевых имен для истории театра, но особенно важно, что они выбрали Гротовского, потому что вся работа Гротовского и все, что он о ней говорил, было овеяно таким ореолом невоспроизводимости, идеей того, что театр это что-то такое, что происходит здесь и сейчас, не может повториться, что невозможно задокументировать и так далее. И в этом смысле вот эта попытка «Вустергрупп» повторить Гротовского, конечно, кажется таким настоящим посягательством на такую квинтэссенцию подлинного и настоящего в искусстве. И в частности, вот эта первая часть спектакля содержит 20-минутный отрывок, в котором актеры «Вустергрупп» буквально повторяют жест за жестом, интонация за интонацией отрывок из спектакля «Акрополь». При этом запись этого спектакля транслируется позади них, и то есть это позволяет увидеть с одной стороны невероятную близость и тщательность этого повторения, и с другой стороны, конечно же, увидеть мельчайшие несовпадения, понять, что это повторение это невозможное повторение, что какие усилия бы ни прикладывались, невозможно повторить это полностью. И вот такой странный, парадоксальный, почти китчевый эффект, который производит этот спектакль, с другой стороны, как об этом пишет исследователь Ребекка Шнайдер, оказывается и предлагает некоторую другую перспективу на представление о преемственности в искусстве. и заведомый отказ от рассмотрения каких-то имен или произведений искусства как части некоторого пантеона, которому невозможно прикоснуться напрямую, вот с этим представлением очень активно работает этот спектакль. Что интересного есть в реэнепменте, как способе отношения с историей и как повторение, которое подразумевает реэнепмент, соотносится с историческим событием. На примере этого спектакля Вустер Групп понятно, что безусловно соотносится. Реэнепмент бьет ровно в само историческое событие, пытаясь таким, можно сказать, даже лобовым способом повторить все то, как оно произошло в прошлом. С другой стороны, этот же пример дает понять, что такое повторение на самом деле невозможно, но скорее возможно некоторое усилие для того, чтобы понять это прошлое. Концепция, которая предлагает как-то анализировать опыт реэнепмента и опыт людей, которые в нем участвуют, связана с возможностью другой темпоральности, то есть другого представления о времени, которое активизирует реэнепмент. И уже упомянутая мной Ребекка Шнайдер в своей книге, посвященной реэнепменту в разных искусствах и в том числе исторических реконструкциях предлагает рассматривать опыт реконструкции как опыт своеобразного размыкания времени. То есть реэнепмент по Шнайдер дает представление о возможной незавершенности исторического события. То есть то, что было навсегда оставлено в прошлом, в ходе реэнепмента как бы приоткрывается и появляется возможность не просто повторения этого, но проигрывания этого опять. То есть тут подключается вот эта перформативная перспектива, которая в принципе подразумевает понятие перформативности предполагает возможность производства нового. Таким образом историческое событие как бы тоже оказывается возможным произвести снова опять. И вот эта сложная модель темпоральности, которую предлагает Шнайдер, она не подразумевает, что это то самое прошлое. Это как бы не то самое прошлое и не то же самое настоящее. Это как бы прикосновение к прошлому в ходе опыта, который проигрывает его сейчас. И если говорить о конкретных способах, как можно узнать, что это за такой опыт переживается в исторической реконструкции, тут очень дай говорить о методах и инструментах, то тут оказывается очень важная антропологическая перспектива на театры и перформативные практики. Шнайдер на протяжении 10 лет ходила на реконструкции гражданской войны в США и разговаривала с ее участниками. То есть материалы, которые она собрала и составляют тот материал, на основе которых она делает часть этих выводов. И она почему это важно? Важно, потому что в принципе очень часто любое перформативное действие рассматривается как произведение, то есть как некоторую структуру, которую мы можем разобрать и таким образом наделить смыслом. Оказывается, что такие практики, как реконструкция, таким образом не совсем раскрываются. Для того, чтобы понять, что они значат, нужно понять, как их понимают их участники. И возвращаясь к сюжету о массовости, поскольку реконструкция чаще всего связана с участием большого количества людей, очень сложно говорить что-то о ней, если нет свидетельств людей, которые в них участвовали. И когда она спрашивала и задавала вопросы участникам этих реконструкций, что они переживают в ходе этого участия, зачем они вообще это делают, потому что если вы немножко представляете себе участие в исторической реконструкции, это очень часто довольно дискомфортный опыт. Это проведение довольно длительного времени в не очень привычных комфортных условиях, это проживание в полевых условиях, это необходимость долго куда-то идти, часами лежать в холодном окопе и так далее. И когда они отвечали на этот вопрос зачем и что происходит с ними в этом смысле по отношению к прошлому, они очень часто пользовались разными вариантами метафоры прикосновения, что конечно они не думают, что они повторяют буквально прошлое, как оно было тогда, нет, этой идеи у них нет, но все ее респонденты так или иначе говорили о моментах какого-то соприкосновения. И вот эти моменты соприкосновения, когда ты немножко вырываешься из хода повседневности и привычных ощущений, они могут концептуализироваться при помощи и это делает Шнайдер при помощи концепции аффекта. И вот я хочу ввести это понятие, потому что оно дальше мне кажется окажется очень рабочим. Аффект в принципе нам известно, нотации связаны с этим словом, в русском языке это часто мы слышим в сочетаниях состояния аффекта, то есть состояние, когда мы не понимаем, что происходит. В англоязычной традиции и в исследованиях, посвященных аффекту, есть разные взгляды на то, как его понимать. Нередко аффект связывается с понятием эмоции. Некоторые исследователи разделяют аффекты и эмоцию, кто-то наоборот сближает их, Шнайдер как раз сближает их. Но так или иначе эта перспектива подразумевает другой взгляд на соотношение сознания и тела, сознания и чувства. Первичным здесь является не интеллектуальное опознание, а опознание чувственное, например, телесное. иными словами, мы сначала трогаем стол, а потом понимаем, что это значит. И вот в ходе участия в этих реконструкциях их участники переживали опыт, который можно описать именно через эту концепцию. почему это интересно с точки зрения взаимоотношения с прошлым? Это интересно, потому что вот эти моменты аффекта, которые, кстати, и понимаются этими людьми, как то, зачем они это все делают, зачем они прикладывают эти невероятные уфилия, они позволяют пересобрать прошлое и настоящее в некоторые новые констелляции. И очень интересный момент, касающийся аффекта, помимо вот такой его, помимо несколько непривычного сочетания ощущений и аналитической работы, является его непредсказуемость. То есть все респонденты Шнайдер говорили о том, что они никогда точно не знают, когда они испытают этот опыт. Поэтому это может длиться днями и так далее. Иными словами, ситуацию аффекта невозможно запланировать, невозможно с точностью сконструировать условия для того, чтобы этот опыт проявился, для того, чтобы человек почувствовал что-то выходящий из ряда вон. Если обращаться к другим листим концепциям, которые, может быть, позволят лучше понять, в чем особенность этого опыта, то я кратко скажу про концепцию философа истории Франка Антерсмита, который называется возвышенный исторический опыт. Это очень близко к тому, что Шнайдер понимает под аффектом. Возвышенный исторический опыт предполагает, что в определенные моменты жизни, тоже, кстати, непредсказуемо, это всегда случается внезапно, человек вдруг видит себя как бы со стороны. То есть он видит, перестает воспринимать себя отдельно от реальности, а видит и себя как часть некоторой реальности. Иными словами, ты как бы в настоящем видишь себя в прошлом как часть некоторого контекста. Ты понимаешь себя как бы будучи самим собой. И видишь свою жизнь как бы другими глазами. При этом это происходит в рамках одного субъекта. Человек здесь одновременно оказывается и субъектом, и объектом восприятия. Так вот, непредсказуемость аффекта как раз является элементом, который с одной стороны дает очень большой потенциал для этой практики, с другой стороны задает большое количество вопросов насчет того, возможно ли критичное использование реконструкции как критического инструмента. И в этом смысле искусство последних лет дает нам какое-то количество интересных примеров, но мои примеры будут в основном о том, как этот инструментарий осваивает современный российский театр. Вот на этом слайде вы видите кадр из фильма «Битва при Аргриве» Джереми Деллера, который, наверное, является таким каноническим примером критического использования реенакмента в искусстве. В этом фильме показано, реконструируется столкновение шахтеров в Тетчеровской Англии и в смысле не шахтеров, а, естественно, шахтеров с полицией, в которых, кстати, участвовали в том числе люди, реальные участники тех событий, но также участвовали профессиональные реконструкторы и люди, которые непосредственно с этим не связаны. Но тут очень важно, что это не просто реконструкция, а это фильм, то есть это часть фильма, который, помимо этих кадров, которые, в общем, очень сильно передают вот этот аффект, идентификацию с участниками, также содержат кадры интервью с участниками реенактмента, в которых они рассказывают про прошлое, про настоящее, про себя, про современную политическую ситуацию и так далее. Иными словами, восприятие этого действия, то есть такое слияние, эффективное слияние с этим действием, оно усложняется, благодаря этим вставкам и позволяет увидеть это, во-первых, как фрагментированное событие, увидеть индивидуальное и сложное, зачастую не складывающееся в какой-то один нарратив истории и понять, что, в общем, и то, и другое конституирует это событие. И мой вопрос, который я хочу закинуть на свои следующие примеры, это возможно ли управлять аффектом, возможно ли действительно использовать его как критический инструмент, и если да, то для кого? возвращаясь к сюжету с массовыми действиями и многочисленностью участников таких действий, еще расскажу, что антропологическая перспектива здесь кажется очень важной, потому что если не понимать, что стоит за опытом отдельных людей, то невозможно понять это произведение как целое. В этом смысле Дейлер в этом фильме действует ровно таким же образом. Именно поэтому он выбирает отдельных людей и они рассказывают о своем опыте и своих представлениях. Наверное, основной тезис, который я хочу выдвинуть и который, может быть, начнет вот это обсуждение о том, как соотносится реконструкция реенактмент в современном искусстве и близкие практики в начале XX века заключается в том, что я думаю современная культура и современная культура памяти стала более чувствительной к присутствию в ней аффективного компонента. То есть мне кажется, все больше, все более важным оказывается потенциал не просто сознательного высказывания, но и других форм участия и других компонентов нашего опыта, которые не сводятся только к интеллектуальной работе. Иными словами, что мы не только думающие тела, но еще и тела, чувствующие, видящие, слышащие и присутствующие физически. переносить это на российский контекст, то я бы сказала о таких практиках, которые как раз в последние годы стали очень заметны, как акции, посвященные разным историческим событиям, например, возвращение имен, которые проводятся в день памяти жертв политических репрессий и бессмертный полк, который, наверное, все слышали, марш, в ходе которого люди морфируют с портретами своих родственников, которые участвовали во Второй мировой войне. что мне кажется, в общем, я думаю, что такие практики, они делают видимым необходимость более телесно выраженных и перформативных форм участия. Иными словами, что людям теперь недостаточно просто поговорить об этих событиях, недостаточно вспомнить о них в узком кругу, но все более отчетливой становится необходимость предъявления себя как носителя и некоторого воплотителя в памяти о некотором историческом событии в виде усилия, которое прилагается к тому, чтобы выйти на этот марш и пройти какое-то расстояние в случае бессмертного полка и заканчивая акцией возвращения имен. Если вы участвовали или слышали о ней, наверняка знаете, что наибольшую по времени часть этой акции составляет стояние в очереди, потому что акция заключается в том, что каждый человек произносит несколько имен и в очереди чтобы произнести эти имена люди обычно проводят несколько часов. Более того, в акции последнего года многие не успели произнести эти имена, тем не менее, это не останавливало людей от того, чтобы стоять в этой очереди, хотя уже было понятно, что, поскольку акция заканчивается в 11 вечера и многие люди вечером после работы приходят туда и понятно, что они не успеют, все равно провести какое-то время в этой очереди оказывается очень важным элементом этого участия. И как начинают писать уже исследователи об этом, и что в ходе этой практики уже формируются некоторые сообщества, иными словами, что содержанием этого ритуала оказывается не только произнесение имен, но и все, что связано с ожиданием этого произнесения. И я думаю, что современный театр реагирует на эту ситуацию все более активного проявления телесности в культуре памяти и в культуре в целом и исследует этот элемент. И я приведу два примера такого типа исследования. Первый это спектакль «Родина» Андрея Стадникова, Дмитрия Власика, который был поставлен в центре Мирхольда в 2017 году. и этот спектакль интересен в контексте темы реконструкции как раз количеством его участников. Помимо актрис, которые в нем участвуют, в нем также задействованы 50 перформерок, девушек, которые маршируют в этом зале, играя партитуру, написанную композитором Дмитрия Лайсиком. Собственно, играют, партитура является маршем. Это как выглядит пространство, то есть зрители сидят на пирамиде в центре зала, таким образом действия происходят, девушки маршируют вокруг. И во-первых, тут интересен сам жанр марша и разные вариации и рефлексии насчет самого этого жанра. С другой стороны, девушки в ходе этого еще поют, например, «Интернационал», некоторые другие близкие ему песни. И очень интересно, что в отличие от актрис, которые являются профессиональными актрисами, никто из перформеров не является профессиональными актрисами. Это люди, которые происходят из самых разных сфер. Их набирали для спектакля по опен-колу, то есть любая девушка могла принять в нем участие при условии, что у нее светлые волосы, но в итоге, как оказалось потом, это не было проблемой. Есть способы кратковременного осветления. И если говорить в целом про производство этого спектакля, я, наверное, буду про него говорить даже чуть больше, чем про его содержание, то оно очень любопытное. Начиная с этого опен-кола и, допустим, способом сбора одежды, который объявил спектакль, вы видите, что у них у всех черная одежда, и она была собрана также опен-колом. В холле центра Мирхольда был установлен ящик, куда можно было приносить ненужную черную одежду. В этом тоже мог поучаствовать каждый. Впоследствии эта одежда распределялась между перформерками и, как рассказала художница спектакля Илана Боуден, она не распределяла эту одежду сама. То есть, скорее, первичным здесь было желание участниц, как они бы хотели выглядеть, какой тип они хотели бы попробовать. я имею в виду обликом и так далее. В целом, в этом спектакле огромное количество элементов, которые связаны с непосредственным опытом его участников. Так вы видите, что на стенах есть белые листы, на этих листах эти листы развешаны по всему периметру этого зала, и на каждом листе высказывание всех участников проекта от режиссера, художников и актрис до перформеров, продюсеров и всех, кто хоть каким-то образом принимал в нем участие. И, в принципе, если говорить про соотношение участников и зрителей, то оно близко. Конечно, особенно, если брать всю команду спектакля, то оно приближается к числу зрителей, которые один раз его видят. Значит, что и еще один момент, который касается способа типа субъективности, который предлагает этот спектакль. Какую позицию восприятия он предлагает. И тут я буду говорить как про опыт участников, так и про опыт зрителя. У меня есть ощущение, что для всех, кто принимал какое-либо участие в этом проекте, это был очень важный для многих такой совершенно преобразующий жизнь опыт. Это видно в некоторых публикациях, которые включают в себя интервью с перформерками, где они рассказывают про опыт этих тренировок, обучение марширования, обучение хождения вместе и то, какие неожиданные совершенно для себя открытия, которые, кстати, касались в основном своей собственной жизни, совсем необязательной истории, они делали в ходе этого процесса. и то же самое, по-моему, касается всех, кто имел какое-либо отношение к этому проекту, и если говорить про какие-то ключевые слова, которые повторяются раз за разом, если за этим следить, то это такие понятия, как труд, как некоторый тяжелый опыт, но как некоторый опыт, который важно пережить. И, в принципе, если посмотреть на то, как рекламировался спектакль, то вот эта формулировка о том, что это что-то, что надо пережить, тоже включалось там очень часто. Иными словами, у меня нет никакого сомнения, что для всех участников это было правда что-то очень одинаковое, но в то же время по-разному важное. Как это работает в самом спектакле, в частности, вот в этом элементе марша, чуть-чуть расскажу. Этот марш, он, вернее, это действие, оно структурировано в зависимости от количества и типа группы. То есть там есть движения, одинаковые движения для отдельных людей, есть движения, которые выполняются в группах, то есть небольшими группами, как вы видите на этой фотографии, и также общие для всех движения. При этом очень важно, что в каждой из этих частей у участниц есть возможность влиять на ход всего действия. Так, например, в случае фазы индивидуальных движений они делают одно и то же движение, но каждая делает это по-разному. Например, в какой-то момент они должны упасть, но при этом каждая девушка может упасть тогда, когда она посчитает это для себя удобным. И, естественно, мы понимаем, что каждый человек падает по-разному, то есть можно упасть плашмя, можно упасть присев, в общем, иными словами, это абсолютно индивидуально и зависит не просто от конкретного человека, а от конкретного момента, когда он происходит. И здесь предоставляется некоторая свобода для того, чтобы сделать это так, как это кажется подходящим человеку конкретной ситуацией. Что касается, например, фазы общих действий, где вся группа девушек марширует по залу, то в ходе этой фазы каждая девушка должна в определенный момент остановить ход действия и также хлопнув в ладоши. И также по хлопку группа должна продолжить марш. Очень интересно, что тут тоже нет никакой регламентации, помимо того, что каждая девушка должна сделать это один раз. Таким образом, группа не продолжит движение, если ни одна девушка не хлопнет в ладоши. И насколько я знаю, на некоторых показах, особенно на репетициях, были ситуации, когда очень-очень долгое время никто не хлопал, и таким образом очень подолгу все стояли на месте. И мы понимаем, что это в целом делает саму структуру этого действия очень подвижной и зависящей от желания и участия каждой из девушек. И, наконец, что касается позиции зрителя в этом спектакле, как вы видите, зрители сидят на четырех гранях пирамиды, и могу сказать, что это довольно сильно затрудняет восприятие спектакля. Иными словами, большая часть действия тебе не видно, что происходит с трех других сторон, тебе часто не слышно, кто говорит. То есть это такое очень специфическое фрагментарное восприятие, где до тебя доносится голоса, где ты видишь проходящих мимо людей, но не понимаешь, куда они идут, где ты видишь в тех ситуациях, когда там разыгрываются те или иные сцены, ты видишь только часть этой сцены. И, как об этом говорит режиссер спектакля Андрей Стайдников, он понимает это как некоторую позицию, из которой мы вообще человек воспринимает историю. Иными словами, что у нас никогда нет картины истории в целом. Наоборот, до нас долетают только какие-то фрагменты того, что происходит вокруг, а охватить ее одним взглядом мы не можем. То есть это иллюзия, что историю можно представить и увидеть как целостность. и вот эта фрагментарность и в то же время тоже такая очень услуживающая индивидуализация опыта это то, что отличает и позицию зрителя тоже. Если перекладывать эту историю в терминологию, которую я предложила до этого, то получается, что с одной стороны у нас есть очень насыщенный, наполненный и осмысленный опыт всех участников и авторов этой работы, которую они сами для себя признают как крайне важной, и с другой стороны есть опыт зрителя, который оказывается намеренно фрагментированным и не дает и скорее оказывается таким опытом свидетеля, который вроде бы понимает, что происходит что-то важное, но что именно это не совсем понятно. Но с другой стороны элемент, связанный с физическим действием, который есть в этом марше, он, мне кажется, позволяет и зрителям подключаться к этому тоже. Во многом за счет того, что как раз именно действия, связанные с реконструкцией, происходят вокруг, и в принципе тут немножко меньше этого компонента фрагментарности, и с другой стороны за счет того, что именно в этом случае как бы инструментом оказывается физическое действие, то есть ты слышишь ритм марша, ты видишь марширующие тела, и ты видишь, как вот этот статус и представление коллективности исследуют здесь и сейчас. Ты понимаешь, что здесь происходит некоторая трансформация, связанная с тем, как люди по-разному ходят вместе. И не просто понимаешь, но еще и чувствуешь это. и поэтому я думаю, что с другой стороны, конечно, возвращаясь к вопросу эмансипации для кого, в случае Родины я бы сказала, что безусловно это эмансипация для участников, и в этом смысле показательно, что их настолько много, наверное, их не может быть больше, потому что в этом как бы оказывается и смысл этой постановки. С другой стороны, для меня открытым остается вопрос, что нужно сделать для того, чтобы это была эмансипация и для зрителей. И на вопрос, что нужно сделать для того, чтобы произошла эмансипация для зрителей, я кратко расскажу о перформансе «Вас судят не за это», который сделали Таня Гордеева, и Катя Бондаренко. Это происходило в рамках лаборатории «Полдень», посвященной 1968 года, и в частности демонстрации семерых, когда семь человек вышли на Красную площадь. И суть перформанса заключается в это прямо стопроцентный реенактмент. Людям предлагается выйти на сцену и занять позы, в которых стояли на Красной площади люди, которые в разное время выходили туда протестовать. Что, кстати, важно и характерно для использования реконструкции, это не только позы тех, кто выходил на демонстрацию семерых, это также позы протестующих, которые выходили туда в последующие годы. Так, например, там реконструируется перформанс Павренского и еще некоторые другие. Хочу сказать, что это такая анахронистичность очень характерная для реконструкции. Итак, зрителям предлагается добровольцам выйти на сцену и занять ту или иную позу. Таня и Катя объясняют, как занять эту позу, то есть, иными словами, как занять ее правильно, правильно в смысле они знают по документам, по фотографиям, как именно стояли люди протестуя, а также как встать так, чтобы это было удобно, потому что стоять в течение длительного времени в одной и той же позе довольно тяжело. Они объясняют, как это лучше сделать. И когда все семь участников, тут предполагается семь позиций, занимают эти позы, Таня и Катя деликатно рассказывают зрителю в процессе объяснения добровольцам, как занять эти позы, что стоять в одной и той же позе тяжело, поэтому, если у кого-то есть желание заменить, стоящего на сцене, они могут это сделать. Сначала перформанс показался всего один раз, поэтому у меня тут нет большой выборки, но в тот раз, что был и я тоже присутствовала, сначала не могу сказать, что там был поток желающих это сделать, но когда все уже заняли свои места и появилась тишина, понемногу люди стали заменять стоящих на сцене и более того, в какой-то момент это стало настолько активно, что в одной и той же позе могло стоять несколько человек. Это тоже нормально, скажем, если человек вышел заменить другого, а тот, кто стоит на сцене, чувствует, что он может постоять еще, он может отказаться и они могут остаться там вдвоем. Иными словами, смещение ракурса внимания к собственному телу это один из результатов этого перформанса. Что нам это дает с точки зрения взаимоотношений с прошлым? Очень быстро стало понятно, что несмотря на то, что здесь реконструкция воспринимается буквально, мы понимаем, что если человек стоит с плакатом, вряд ли он стоит в одной и той же позе, он наверняка как-то двигается, может что-то поменять и так далее. Здесь это понимается буквально, ты должен стоять неподвижно в одной позе. Несмотря на это, вот это буквальное повторение очень быстро срабатывает здесь как инструмент некоторого действия в настоящем. Иными словами, действия, в котором здесь и сейчас люди приходят на помощь друг другу. Ситуация, в которой ты понимаешь, что ты можешь прямо сейчас немножко облегчить чью-то ситуацию. И более того, что происходит в тот момент, когда люди все активнее друг друга заменяют, понимание, что если ты выйдешь на сцену и займешь это место, велика вероятность, что кто-то потом заменит тебя. Таким образом, участие и активное действие перестает носить ореол чего-то героического и чего-то, что не может сделать, что может сделать только какой-то исключительный человек. и что, мне кажется, довольно важно в работе с такими сюжетами, мне кажется, это то, чего хотели авторы в отношении демонстрации, рефлексии о демонстрации семерых, что вот эта возможность участия, она гораздо более подвижна и более гибка, чем такие мифологизированные представления о ней как о чем-то абсолютно исключительном. И, конечно, в этом действии оно уже оказывается не о прошлом, но, напротив, прошлое становится таким вызовом и спусковым механизмом для того, чтобы активизировать процессы в настоящем, которые происходят между людьми здесь и сейчас. и более того, переключают способ восприятия, возвращаясь к аффекту и каким-то другим способам ощущения себя, так что ты не просто думаешь о том, кого бы заменить на сцене, например, но ты уже всматриваешься в телесность этих людей, в смысле, допустим, пытаясь понять, кто сейчас из стоящих на сцене больше устал. И странным образом это провоцирует на немножко другое восприятие себя. То есть, по идее, это может запустить такую вещь, как более внимательное отношение к собственной усталости и к собственным телесным ощущениям повседневной жизни. Какой вывод я хочу тут сделать? Думаю, что такой тип практик, во-первых, он, конечно, представляет собой довольно радикально устроенное исследование настоящего. Буквальное, потому что это исследование, которое проделывается посредством собственных тел и усилий в режиме здесь и сейчас. прошлое здесь оказывается скорее способом активизации этого исследования настоящего. Предметом исследования здесь оказывается человеческий опыт, в котором прошлое и настоящее не разъединены жестко. И думаю, что этот потенциал связанный с эффективным, связанный с непредсказуемостью этого действия также все больше осознается искусством. Если говорить о том, какой результат или какой социальный или политический эффект могут носить эти практики, то, скорее всего, это не будет результат, который легко концептуализируется в виде каких-то публичных высказываний. Это может быть телесно пережитый опыт, который впоследствии, будучи перенесенным в другие контексты, может актуализироваться самыми разными способами. И в этом есть отличительная черта аффекта, что он связан с дискурсом, но он не предзадан дискурсом. Иными словами, попадая в другой контекст, этот опыт может реализоваться разными способами. И таким образом он оказывается с одной стороны и доступным большему количеству людей, и с другой стороны дает некоторую свободу в том, как распоряжаться этим опытом, уже не находясь в ситуации восприятия искусства. Вот, все на этом. я покончу и говорим. Хорошо, да, тема родина это, да, извините, что я действительно, как и обещала, ничего не сказала про содержание. В целом спектакль посвящен, наверное, осмыслению власти и построение вертикали власти, истоки которой авторы спектакля видят в 20-х годах. То есть вторую часть спектакля составляет исследование партийной борьбы в 20-е годы. И это очень длинная, построенная на очень большом объеме документов часть, которая заканчивается речью Сталина в 45-м году, братья и сестры и так далее. И после произнесения этой речи все актрисы перформерки хлопают и продолжают хлопать, становится понятно, что это финал спектакля, и зритель здесь оказывается в сложной ситуации. Потому что с одной стороны он может присоединиться к этим аплодисментам, но аплодисменты в этой ситуации будут означать одновременно и благодарность актерам за пережитые, и с другой стороны аплодисменты Сталину. Ну вот, да, это получается такой выбор, перед которым ставят в конце зрителю. Я бы сказала, что такой способ ответа на этот спектакль, который в принципе вполне предзадан тем, как сделан сам спектакль. час двадцать девушки аплодировали или кто? Зрители. Я думаю, что это вполне в эстетике спектакля. Мы, по-моему, вторая получилось больше, чем мы рассчитывали, поэтому как построить сейчас обсуждение? Я хотел одну вещь уточнить, чтобы не было недопонимания по поводу Деллера. Те кадры, которые вы видели, это кадры из документального фильма. Фильм представляет, собственно, была работа вживую, был реенактмент, который затем был снят. И документальный фильм, это то, о чем говорила при этом была еще работа вживую, сам реенактна. Попробую сделать несколько выводов из того, что было сказано. Наверное, как вы поняли, речь идет о том, чтобы попытаться объяснять современный театр в связи с какими-то другими явлениями, с которыми мы сталкиваемся, как, например, формы публичного поведения, публичного высказывания типа упомянутого «Бессмертного полка», и «Забытых имен», явлений «Возвращения именда», которые, в общем, если даже мы в них не участвуем, мы видим странную символику и странные формы приобщения, которые, как видится, имеют отношение к современному театру. И оказывается, что это как сообщающиеся сосуды, а вовсе не две разделенные области, одна из которых критически осмысляют эти формы публичного поведения. Нет, оказывается, что эта вещь очень тесно взаимосвязана и может быть даже опирается на нуждающуюся в формулировании концепцию Варя, для этого пользуется понятием аффекта. Еще одна вещь, которая для меня очень важна в том, о чем говорила Варя, и благодаря тому, о чем эта вещь очень некомфортная для театра веда и для, как мне кажется, историка, для искусствоведа в целом. Она касается того, что оказывается, что современный театр требует принимать во внимание речь участника. Оказывается, что его опыт это не что-то, что остается с ним, а мы воспринимаем произведение. Но оказывается, что в этих работах, о которых рассказывала Варя, высказывание самих участников, без них невозможно понимание этой работы. Я имею в виду, что, вообще-то, говорят, такой классический принятый анализ спектакля основывается именно как раз на игнорировании этого высказывания перформера. Мы получаем опыт из спектакля, а не из его комментария. В данном случае, конечно, эти спектакли нуждаются просто, ну, как назвать этот метод? Ну, он ближе к антропологии, безусловно, чем к театроведению или искусствоведению. Что еще мне кажется, важным, наверное, это, собственно, последний какой-то тезис, после чего я передам слово вам, слушателям. И он касается итогов вот этого тезиса, который, о котором Варя высказала в начале, по поводу того, что реенакменты сегодня возвращают события, отменяют его, как свершившиеся. Вот эта вещь, которая очень четко, на самом деле, по-моему, отличает современные реенакменты от практики 20-х годов. У автора замечательной книжки о массовых действиях и вообще о раннем советском таком социальном театре, театре, который используется для каких-то целей, в том числе социальных. Его зовут фон Гельдерн. Книга не была переведена на русский язык. Она вышла в 90-е годы. Она называется «Большевик фестивалс» «Праздники большевиков». В этой книге высказана одна очень, как мне кажется, справедливая мысль по поводу того, что мы должны себя поставить на место зрителя 20-х годов, на место зрителя, для которого все события, которые происходят, исторические события, еще не как бы сказать, незаконченные. Это опыт переживания такого исторического хаоса, пребывания в таком урагане и спектакли, которые как массовые действия, так и вот эти спектакли студийные, самодеятельные, они очень часто пытаются своего рода как бы упорядочить этот опыт и привести его в некоторую систему. Вот эта идея фон Гильдрена получает полное подтверждение в текстах в том числе руководителя, одного из руководителей этих студий, его звали, Дмитрий Щеглов, и он говорил о том, что у зрителей была потребность итога, подвести итог. И вот эти спектакли, они не столько предоставляли ему такую возможность, сколько как бы конструировали какие-то модели, которые бы подводили бы, собирали бы этот материал и формулировали бы его в как бы понимаемой форме, открытой для понимания. Вот. Ну, с удовольствием расстаюсь с микрофоном, и если у кого-то есть вопросы или высказывания, то пожалуйста. Спасибо, очень интересно, но я скажу, довольно сложный материал, это, наверное, нужно лучше читать все, конечно, чтобы понимание, но у меня вопрос вот такой. Но сначала, знаете, я довольно разные эти, так сказать, версии интерпретации вот этого штурма зимнего за много лет слышал, сейчас это довольно популярная тема, а с другой стороны, это как бы вот, это все-таки сюжет такой, реконструкция прошлого. А вот пример, который приводили вот этот, мне кажется, тут никакой реконструкции и не нету вообще. Вот. И поэтому у меня вопрос там было так сказано, разные тезисы, я хотел бы вот уточнить, вот именно когда речь идет о перформансе, это всегда создается что-то новое и он вообще не, так сказать, может только условно как-то связан с прошлым или нет, или это все-таки какая-то может быть из прошлого в настоящий путь, потому что вы как, ну я вот так просто не очень понял, как вы это объясняли, ссылались там на эту исследовательницу и так далее, вопрос у меня такой. Ну, вот насчет зимнего, может это скорее, да, я извиняюсь, что я тут буду говорить за Валеру, но у меня-то как раз сложилось ощущение, что для тебя взятие зимнего это как раз работа с совсем недавним прошлым, который еще является частью непосредственного опыта и который нуждается в какой-то проработке, в каком-то понимании и именно в качестве такой почти терапевтической, роли может работать в ходе этих действий. Мои примеры, они как раз в отличие от этого все касаются эпизодов довольно далекого прошлого, то есть в этом перформансе это 68-й год, в случае спектакля Родина это скорее отсылка к каким-то ритуалам революционным. Но тут очень важным является, что конечно они не могут восприниматься как буквально ритуалы прошлого. Важным здесь оказывается, я здесь, наверное, сошлюсь на то, что Стадников говорила про свои предыдущие работы, например, про спектакль «Слон», что ключевым в работе с актером для него является личное восприятие им той или иной темы. Каким бы оно ни было, какой бы ни была связь актера в случае «Слона» с темой «ГУЛАГа», именно оно оказывается важным, и именно оно по Стадникову должно помешать такому автоматизму, который может возникнуть в актерской работе. То есть те представления и тот круг представлений, которые у человека есть в отношении некоторой темы прошлого, именно они оказываются ключом, который направляет актерскую работу. И в этом смысле в перформативных, в таких уже не актерских практиках, я думаю, что просто этот метод кристаллизуется, потому что тут оказывается совершенно и важно, и не важно, насколько хорошо конкретная участница представляет себе революцию. Важно, что происходит с ней самой в процессе участия в этой практике. То есть таким образом я хочу сказать, что прошлое и настоящее здесь по-другому сопрягаются. Есть такое классическое представление о модерном времени, как о некоторой стреле времени, которая направлена из прошлого в будущее. И, допустим, какие-то концепции, связанные с историей политических идей, очень хорошо показывают, как работает такого рода время. Их можно описать, как мы сейчас в настоящем знаем, что нужно взять из прошлого, для того, чтобы построить будущее, которое мы хотим. Здесь, во-первых, предполагается, что мы можем сознательно и свободно пользоваться и выбирать какие-то эпизоды из прошлого для построения определенной идентичности, определенной картины будущего, идеологии и так далее. С другой стороны, такая картина предполагает разделение прошлого, настоящего и будущего как отдельных категорий. Категория, которая предполагает Шнайдер и которая предполагается в концепциях аффекта, возвышенно-исторического опыта и других похоже структурированных идей, это соотношение меняется. Тут прошлое, настоящее и будущее больше не отделены друг от друга. Они скорее оказываются открыты в взаимопроникновение. То есть, иными словами, если говорить о том, как можно описывать опыт людей, участвующих в этих конкретных перформансах, то это опыт, который не находится ни в настоящем и ни в будущем, в котором и то, и другое оказывается равноположенным в перспективе переживания этого опыта. Иными словами, не важно, прошлое это или настоящее. Это связано с переживанием здесь и сейчас, которое, в принципе, не может быть описано при помощи двух координат, как категория возвышенного. Вот я не знаю, как... Можно я подключу? Да. Она ничего ровно не добавляет. Дело не в другом. Например, берете вот такой эпизод, почему? Ну, вот это, да? Незадолго перед смертью Горбаневская приезжала и выступала здесь. И она довольно подробно рассказывала именно об этих ощущениях, о своем опыте, почему они шли, что они переживали, на что они надеялись и так далее. Или взять там вот фильм Дилла, когда взяли Алексеевича, реальные воспоминания там этой женской доли в войне. На основании этого сделали. Это я понимаю, это связано с прошлым, да? Можно как до свидания. А когда вы говорите, там вот просто вот эти повторяют, ну, как это стояли, что это, какая связь с прошлым? Вот я про это имею в виду. Она тоже может быть, но тут символическая связь, но, наверное, другая, но она не имеет никакого, вот поэтому я задал вопрос, собственно, об этом. Другое дело, там, этот, еврейнов, это был, ну, созданный идеологический штамп о прошлом, он тоже вранье, он никакого там реального отношения, там были реальные участники, ну, наверное, но были, но реального не было, потому что это было сознательное вранье, нужно было создать идеологический штамп, чтобы у людей было вот такое вот представление об революции. Я вот про это спрашиваю, спасибо. Если можно, я попробую теперь со своей стороны. Вот, мне кажется, когда вы говорите, приезжал в Горбаневское и рассказывала, и все было понятно. Вот, это тот модус, который нам понятен, восприятие. Мы открываем книгу воспоминаний, читаем, пусть это будет блокада, да, и нам становится понятно. Но возникает и в современном театре, и в каких-то явлениях нас окружающих вот эти странные формы опыта, варьи это называют аффектом, которые не воскрешают для нас это событие и не дают, ну, как бы, они не воссоздают его, это не реконструкция в чистом виде, они создают какое-то пространство для прикосновения, соприкосновения с этим событием. И это то, на что откликаются люди вокруг нас, например, люди, которые, кажется, вот те люди, которые участвуют в бессмертном полку, как будто бы именно на вот этот опыт они ищут. Это не реконструкция, скажем, жизни их дед, праздник или кто-то. Абсолютно. Нет. Конечно, ничего не придумывать. Безусловно. так сказать, понятно, как проходит. Они несут портреты своих родственников, но то, к чему они не соприкасаются, это не реконструкция жизни их родственников и не воспоминания через рассказы их родственников. Понимаете, вот это, что это такое, да, можно ли назвать это ритуалом? Может быть, но оказывается, что современный театр каким-то таким же образом пытается взаимодействовать с памятью, не через попытку заставить вас переживать снова, например, какое-то событие, не через попытку поставить вас на место этих людей, чтобы вы пережили этот опыт, но создать какое-то пространство для уже другого опыта, для соприкосновения, для аффекта. И это не как бы реконструкция в чистом виде. мне кажется, что это можно описать как проблематизацию самой возможности непосредственного доступа к опыту прошлого. И когда мы говорим, вот, мы услышали свидетельство. Это, понятно, очень сильно, это очень важно для документального театра, тем более для современного российского театра, который все больше использует личные документы для того, чтобы работать с темами прошлого. но мне кажется, как раз использование реконструкции как приема, оно проблематизирует вот эту саму идею свидетельства, того, что оно равно самому себе. Иными словами, оно встает под вопрос транзитивности индивидуального опыта, что услышав историю одного человека или нескольких людей, мы что этого достаточно для того, чтобы понять прошлое и настоящее. И поэтому они ищут другие способы. Поэтому оказывается важным задействование всего комплекса человеческого восприятия, не только аналитического. Поэтому они идут таким прямым способом, как буквальное физическое повторение, которое, с одной стороны, не дает нам возможность, допустим, контекстуализации прошлого, понять, в какой ситуации это все находилось, всего того, что может дать свидетельство, и особенно группа свидетельств. Но, с другой стороны, оно дает возможность для того, для того, чтобы некоторые механизмы активизировались в настоящем среди людей, которые действуют сейчас. И последнее, конечно, вот это усложненное представление о свидетельстве, оно связано с проблематизацией не просто события сейчас, но и самого события в прошлом, и самого высказывания в прошлом, о том, что, я имею в виду, что в этой перспективе и речь свидетеля, и опыт свидетеля, он как бы тоже не равен себе, он не дает автоматический доступ к событию прошлого. Спасибо. Есть ли еще? Варя, спасибо большое. На самом деле, у меня такой вопрос, их много на самом деле, но центральный вопрос заключается вот в чем. Мне показалось, что, хотя я более-менее понимаю, о каком материале идет речь, начиная от праздников в 20-х годах и заканчивая Родиной, на котором, мне кажется, я рассказывал, мы с Климом остались посидеть до конца закрытия центра Мерхольда, посмотреть, что они будут делать. Но смысл не в этом. Мне кажется, что вы говорите об очень разных вещах, пытаясь каким-то образом их соединить. вероятно, у вас внутри где-то это соединение есть, но из-за того, что ключа вы на самом деле не выдаете, для слушателей, для меня лично, не очень понятно, собственно говоря, вокруг чего вы пытаетесь это соединить, кроме самого банального, того, что вот есть некие спектакли, в которых каким-то образом возникает тема истории, которые обращаются не очень традиционным образом. Но если вот слово, которое было вынесено в заглавии реэнектмент, может быть, вам стоило определить, как вы его понимаете, потому что если вы его понимаете так, как, может быть, неправильно понимаю я, как, в общем, опыт военно-исторической реконструкции, вот такой, как, например, Бородино, то военно-исторические реконструкторы, которых я тоже так получил, и что знаю достаточно хорошо, это крайне специфический опыт, который абсолютно не имеет ничего общего с опытом Стадникова, который представляет собой традиционную литературно-музыкально-пластическую композицию, традиционнейшую, вот, при этом опыт военно-исторической реконструкции, это крайне любопытный антропологический опыт, но он смывается с игровыми опытами, потому что большое количество реконструкторов, возможно, вы знаете, является одновременно ролевиками, они как реконструируют исторические события и представляются там, предположим, лейбогвардейцем такого-то полка в течение 20 лет, пошивая себе форму и так далее, добиваясь абсолютной аудентичности, при этом также в ролевых играх тот же самый человек может может точно так же в течение 20 лет добиваться абсолютной какой-то идентичности, будучи, я не знаю, эльфом в Средиземье или еще чем-то. Это крайне специфический опыт, то, что этот опыт антропологический абсолютно идентичен, это ваше обращение к историческому событию полностью разрушает, потому что этот специфический опыт, который действительно здесь связан с воспроизведением чего-то, он может также воспроизводить никогда не существовавшее событие, как, я не знаю, там, взятие вымышленного города вымышленными войсками вымышленной расы. Это будут разыгрывать одни и те же самые люди, которые точно так же будут шить себе форму. Я хорошо знаю одного военно-исторического реконструктора, который шьет ранцы на 1812 год, который достиг в этом деле не просто совершенства, а он знает, что из каких коров какой расцветки для каких полков шьют ранцы, поэтому он ездит, выбирая будущие шкуры для коров, договариваясь с теми, кто выпасает этих коров, потому что эти коровы должны быть на вольном выпусте. Это и есть военно-историческая реконструкция со своим крайне специфическим опытом проживания жизни внутри реконструкции определенного события. Конечно, другие примеры, которые вы говорите, никак не связаны с, как мне показалось, этим ключевым термином. И для меня, может, вы по-другому понимаете, для меня все время был вопрос, ну, кроме некоторых случайных совпадений, где это под вопросом существует, во всем остальном, ну, что вы видите общего, потому что, конечно, есть еще огромная традиция, идущая из цирковой пантомимы с 19 века, когда в 812 году в цирке показывались реконструкции непосредственно происходивших сражений, да, и это весь 19 век в цирковой пантомиме, вплоть до цирка Буффало-Билла, изображавшего известные, опять же, битвы между индейцами и не индейцами, да, это такой тип, есть еще цирковой тип реконструкции, события, которые, ну, тоже вообще абсолютно за границей остался, к которому, конечно, больше тяготеют реконструкции 20-х годов. Игорь, можно встречный вам вопрос? Вот вы сказали традиционное обращение к истории в театре, а что такое для вас традиционное обращение к истории в театре? Это я в каком контексте сказал? Я сказал не совсем традиционным образом. Традиционное это постановка пьесы Гёте Гес фон Берлихиген. Это вот у нас есть пьеса, написанная на историческую тему, которую мы ставим в исторических костюмах, так называемый исторический костюмный спектакль. Вот есть не совсем традиционное обращение к идее, связанной с памятью. Ну и, конечно, для театра уже начиная с 60-х некостюмное обращение к идее памяти характерно, я не знаю, в особенности для советского театра и 60-х, и 80-х, начало 90-х, пьеса Шатрова дальше, 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 они выходят. вот здесь корень перформанса Стадникова. они... Да, вот если попробовать ответить на ваш вопрос, да, конечно, невозможно утверждать, что там о спектакле 20-х годов и там спектакле, о котором говорила Вара, да, современные, они одинаково работают с историей. Нет, но то, что их объединяет, это то, что они отказываются от того традиционного взаимодействия с историей, которую мы знаем в драматическом театре, постановка исторической пьесы, в исторических или костюмах, в современных костюмах, неважно, нету пьесы, здесь нету созданной кем бы то ни было истории, которая транслируется со сцены образы, образы исторические, образ истории, конструкция историческая, которая транслируется со сцены в зрительный зал. Здесь происходит какой-то с разных сторон на самом деле, но какой-то взлом вот этой традиционной истории в театре. Вот мне кажется то общая, общая почва, на которой всходят эти самые разные цветы. Если говорить про, возвращаться к взятию зимнего, то самое странное в этом спектакле заключается в том, что он одновременно восстанавливая прошлое, делает события прошлым. Вот это загадка. Я имею в виду, что через восстановление событий трехлетней давности эти события становятся историческими, происходит как бы их эпизация такая. Они переходят в пространство эпоса, легенды, но они и становятся через это прошлым, они как бы распространяются. И это совершенно не похоже на то, как работает театр с историческим сюжетом именно в традиционном ключе. Еще раз повторю, что для меня, конечно, вопрос, являются ли эти опыты, образуют ли какой-то они континуум в театре. Возможно, что не образуют, но, по крайней мере, они от этой системы, традиционной системы, отказываются. Я продолжу идею о том, как такого рода практики оставляют события в прошлом. Мне кажется, как раз последний перформанс делает ровно это. Несмотря на то, что он исходит из такой попытки буквального повторения жестов после стояния на площади, очень быстро становится понятно, что основное действие этого перформанса заключается в этом процессе смены, несмены индивидуальных реакций людей. Таким образом, несмотря на то, что темой лаборатории и темой перформанса является демонстрация семерых, это не перформанс про демонстрацию семерых. И он пытается понять, каким образом можно обратиться к этому событию так, чтобы оно имело какой-то смысл сейчас. И каков смысл вообще может быть этого обращения сейчас. Ну и понятно, что они здесь работают с вот этой идеей участия, какого-то выхода из повседневности, какого-то поступка и так далее. И это, мне кажется, качество, возможность оставить события в прошлом посредством его перформативного проигрывания. Это и есть то, что сближает наши примеры. И мне кажется, она особенно важна, потому что как раз современный театр, который работает с темой памяти, очень часто не может выбраться из этого прошлого. То есть такое бесконечное проигрывание травматических сюжетов, которое не дает никакого пространства, что же нам делать с этим опытом, что мы можем сделать сейчас, исходя из того, что мы узнали. В отличие от этих примеров, эти спектакли делают это своей основной задачей. Они перемещают это действие, которое запускается посредством обращения к прошлому, в настоящем. Они делают это настоящее пространством и объектом исследования, а прошлое скорее инструментом этого. И как раз это, мне кажется, объясняет, почему вот этот странный статус прошлого, как вы сказали, это могут быть как исторические события, так как у ролевиков вообще несуществующие события. В этой перспективе это оказывается неважно, потому что это не то прошлое, которое стабильно, которое понятно, которое существует как некоторое выделенное событие, когда мы понимаем, о чем идет речь, когда мы вспоминаем о том или ином событии. Скорее здесь прошлое оказывается частью опыта того или иного человека. И в этом смысле не обязательно речь идет о событии, которое произошло на самом деле, реальным здесь является присутствие этого события в опыте человека. Вот таким образом здесь понимается прошлое. хорошо, я только можно только одну маленькую вставку. Мы с Варей вместе что мы делаем работаем участвуем в лаборатории театра Мунди, у которой есть такое определение театра как метафора. Я знаю, что многим это определение очень не нравится, потому что кажется слишком уклончивым. Но мне кажется, что ответ на ваш вопрос реенактмент как метафора в данном случае. Я бы такой ответ предложил. Я бы предложила ответ реенактмент как буквальное физическое повторение. долго. Я думаю, что мы эту дискуссию оставим уже за пределами лекции. Тут есть один короткий вопрос, и мы он будет последним. спасибо большое. Очень интересная лекция. Я как историк как раз следил за последними историческими юбилеями. И вот у меня вопрос связан с этим. А как вообще роль государства? Ведь сейчас мне кажется, что особенно 17-й год, столетия революции, особенно военные юбилеи, и вот сейчас грядет новый юбилей Великой Отечественной войны, государство становится не только сверху, как мне кажется, организатором, но оно все больше вовлекает людей в празднование, в том числе и через акты такой реконструкции. А вот вы как считаете вообще? Я думаю, что с одной стороны, да, государство осознает потенциал таких действий, с другой стороны, я думаю, это как раз показывают исследования коллег-антробологов, которые исследовали, допустим, бессмертный полк. Для людей самих это оказывается каким-то важным способом предъявления себя. И вот как раз тот факт, что они реализуются именно как вот такие телесные действия со всем соответствующим потенциалом к действию и желанием предъявить себя как существующего действующего участника социальной и политической жизни, причем в условиях, когда политическая жизнь в таком понимании традиционной публичной сферы не вполне возможно, а возможно предъявляемая только как телесно. Вот это, мне кажется, это такой двойственный результат, наверное, что с одной стороны, действительно предпринимают усилия как-то управлять этой массовостью. С другой стороны, вот этот фактор непредсказуемости и сложной управляемости, связанного с такими типами практики, которые как раз связаны с понятием аффект, оно задает большие вопросы, а действительно ли через эти практики удается достигнуть того, чего хотят их организаторы, или на самом деле эти практики значат нечто совершенно другое. спасибо. Спасибо. Спасибо, Валерий, спасибо, Варвара. Субтитры создавал DimaTorzok